всем привет своим канал я мой принтер сегодня у нас в рубрике будем разбирать наш блок сканера также из чего он состоит как заменяется в нем запчасти ну что ж давайте начнем и перед этим не забываем если вам понравилось видео подписываемся на канал делимся друзьями также ссылка в контакт и в инстаграм находится под видео и не забываем поддерживать канал сберкарта указана внизу что же давайте начнем разбирать для начала снимем нашу вот эту крышку то есть она снимается легко просто берем поднимаем ее что мы здесь видим ролик захвата бумаги ролик протяжки если у вас не будет захватывать бумагу вам надо будет сменить ролик как это сделать вы не знаете будем учиться для того чтобы снять эту крышку поставили в такое положение затем берем нашу стеночку подтянули в ту сторону и снимаем ее скрепление раскрепление до крепления и так ваш принтер перестал сверху брать бумаги в этом виной ролики захвата бумаги будем их снимать посмотрите внимательно как они расположены 1 ролик 2 ролик тут шестеренки тут у нас расположена кружинка для начала мы открутим 4 винтика 1 2 3 4 обратите внимание на пружинку как она расположена теперь достаем нашу площадку вам их окручивать не обязательно просто я вам показываю что здесь находится площадку мы достали давайте начнем менять видим здесь у нас такая защелочка мы ее отгибаем защелку отогнули потом поставили отвертку и видим наш узел вылетел вместе с пружинкой эту делаем также отгибаем наш ролик захвата улазит в сборе затем снимаем наши шестереночки если у вас есть такая необходимость шестеренки видим что с этой стороны они с такой выемкой что с этой то есть с юбочкой одинаковые после чего будем снимать эту ось затем в сторону задвинули затем подняли вверх маленько если у вас будет необходимость заменить эту деталь пружинка наша это давайте у нас в сторону это и Я вам не говорю, что надо налезть сюда, но если она будет заменить деталь, показываю, как делось. Потому что иногда какая-то деталь сломается, а как ее заменить, человек не имеет понятия. То есть вот так вот и вытащили. Ну вот и все, этот узел мы разобрали, сейчас его соберем в обратном порядке и будем разбирать дальше. Упирается вот в это ребро. Длинная пружинка у нас остается от этой отверстия. Так, засунули ее. Затем вставляем на свое место. Поставили и защелкиваем. Только защелкиваем, она слетает маленькая. Затем берем эту деталь. Вот эта широкая часть входит вот сюда. В отверстие. Фиксируем его не в первую ямку вверху, а во вторую. В таком положении засовываем его на свое место. То есть верхние две части, в верхнюю дырочку и здесь. Поставили. Затем берем нашу ось с шестеренкой. поставили. Поставили. Защелкнули. После чего берем наши три шестеренки. Поставили. Затем наш ролик. Затем наш ролик. Затем наш ролик. Поставили. И защелкнули. Если у Вас вдруг слетят шестеренки. то есть видим они друг другу входят затем берем пружинку вот этой длинной я буду фиксировать вот сюда вот так вот она будет находиться а короткую часть мы будем засовывать вот сюда чтобы сменить этот руль из захвата вам надо будет открутить два винтика и снять эту стеночку чтобы поставить этот узел сначала засуньте вот эту сторону поставили ваш ролик захвата ваша пружинка смотрит наверх и засовываю в крепеж который я показывал то есть берем нашу пружинку нажимаем ее отверточкой ролик захвата можете приподнять и таким вот образом она ставится все наш узел мы собрали научились менять ролик захвата здесь посмотрели у нас все чистенько поставили и закручиваем на 4 винтика 4 винтика закрутили все с этой крышкой мы разобрались еще у нас стоит и как менять здесь и наши запчасти продолжаем дальше следующим шагом будем снимать нашу линеечку чтобы выяснить мы нажимаем вот сюда видим здесь сняли с крепежа и затем вытаскиваем не знаю видно нет тут на стекле какая-то жидкость то ли смазка то ли че ну чтож будем изучать этот узел из чего он состоит здесь потяжелее будет откручиваем 4 винтика открутили винтики 3 винтика 1 2 3 открутили винтики затем достаем здесь у нас и 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 으니까 и со своего места, то есть отсюда. Давайте снимем наши шестеренки отсюда, можете в таком же порядке их положить. Чтобы снять вот эту детальку, здесь есть такие две защёлки, вот они, раз и два, на них нажимаем, видим наши защёлки ушли вниз, затем берем вот отсюда и достаем. Флажу, чтобы вот это заменить, вот эту штучку отгибаем. Больше здесь ничего интересного нет. Ось я менять не буду, потому что здесь шестеренка, как бы она то ли заклеена, то ли что. Но если ей будет необходимость, то есть шестеренку сняли, отсюда ось приподняли, вот в таком плане и вытащили отсюда. Тут такой же способ. Больше здесь ничего интересного нет. Поставили наш флажок обратно. Если вдруг он у вас сломался, то есть засунули сюда, отогнули нашу. Также эту ставим обратно. Поставим пружинки на своё место. И защелкиваем вот эти ножки крепления. Поставили наш ролик. Закрыли её. Можете сразу закрутить на 4 винтика. Поставили шестеренки в таком положении. Одеваем нашу крышку. Здесь будет вам шестеренка мешаться. Вы через неё опрокиньте эту штучку. Так. И вот здесь шестеренка тоже, видимо, у нас не надевается. Её наденем вот так потом. Всё, надели три винтика. Всё. Этот узел мы тоже посмотрели, что находится внутри. Изучили. Научились менять площадку. Ролики. Если будет необходимость шестеренки. Будем снимать нашу крышку. Вдруг она у вас сломалась. Упала чуть на неё. Для начала откручиваем вот этот винтик. Открутили винтик. Заземляющий провод убираем. Затем берём отверточку. Суём её сюда. И видим, вот она, защёлочка. С неё снимаем нашу эту часть. Боковую. Вот они. Ратная стёжка. Два застёжка. Электростатически наклеена штучка. Чтобы снимать с вашими бумами. Затем откручиваем два винтика, чтобы заменить эту шестеренку нашу. Два винтика скрутили. Теперь можем достать нашу шестеренку. Вдруг будет необходимость. Если будет необходимость заменить эти ролики, они тоже меняются легко. Поставляем отвертку. Также легко они ставятся. Чтобы снять целиком фаркс, видим, здесь у нас такие две. Отсюда мы сможем снять, то есть защёлочку вот эту поднимем вверх. Так что будем разбирать нижнюю часть. Для этого откручиваем раз, два винта. Затем ещё два винта. Раз и два. Итого она держится на шести винтик. После чего берём... И снимаем наше стекло с камеры. Видим здесь стоп-линия. Стекло. Больше здесь ничего интересного нет. Теперь вы можете снять верхнюю часть, если вам необходимо. То есть вот та защёлка у вас освободилась. Давайте посмотрим ещё стоит редуктор. Чтобы снять метаск, мы вот эту. Так. 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 И закручиваем на два винтика. Чтобы нам заменить шлейф, мы его вытащим вот отсюда. И также с линейки сканера. Беремся за наш шлейф. Этот шлейф вытащили. Он идёт двойной. Сбоку вытаскиваем. И таким вот образом мы добрались до линейки сканера. Подняли. Вбоку вытащили. Меняется нам так линейка сканера. шлейф. Шлейф отсюда вытаскивается. И меняется. И двигатель. Ну всё. Больше сканера вам рассказывать нечего. Собираемся в обратном порядке. Заменили линейку сканера. Заменили линейку сканера или шлейф. Наши петли вставляем. Здесь защелка такая. Отогнули. Поставили её. Засовываем наши два шлейфа. После того как поставили, вытяните шлейф на своё место. Поставили нашу нижнюю крышку. Закрутили шесть винтиков. Провод этот выходит легко отсюда. Собираем дальше. Ставим нашу шестерёнку на место. Затем вот эту детальку поднимаем нашу крышку. Закручиваем на два винтика. Закрутили на два винтика. Теперь ставим наш лоток. Поставили в одну защелку. И во вторую защелку. Закрутили наш винтик. Здесь вот направляющая. Засовываем её вот сюда. Попали. Эта часть наша идет. То есть здесь видим у нас направляющая. Вот эти крепления входят сюда. С одной стороны и с другой стороны. Вот эту маленькую отожмите и она у вас встанет. Как надо. На этом блок сканера мы собрали. И будем ставить его на принтер. Отделим на заземляющий провод. И ссуём шлейф. Затем поставили наш шлейф. И будем посылать наш картриджер. Система негативной подачи. Затем попробовали ваш шланчик. Чтобы доходить вам до конца. Ничего не мешалось. Берем нашу вот эту защелочку. И зажимаем его. Ещё раз попробовали. Можем даже тянуть его. Затем на эту петлю одеваем наш блок сканера. И сюда одеваем. Что ж, пробуем, включаем и запускаем наш принтер. То есть, видим, он не определяет у нас картриджи. Не знаю, заметно нет. Все картриджи не определяет. Открываем нашу крышку. Нажимаем на кнопочку. Нажимаем ОК. Попробуем распечатать с автоматической подачи. То есть, подаем. Нажимаем ОК. Старт. Доброе утро. Попробуем. Мы увидимся. Попробуем. Прокомпенсирный кольцо. Подпишемся. Затем! отсюда попробовали сок работает сейчас попробуем напечатать со сканера принтер этот очень интересный также здесь надо покопаться в настройках я еще сам до конца не разобрался собрал у меня запускался видим пока ничего не идет сейчас подключу компьютеру сделаем у меня прокачек шланчика наши заполнится и все должно быть нормально если вы все включили у вас все работает затем ставим нашу детальку на свое место и сбоку здесь закручиваем сюда на один винтик я пока ставить не буду потому что я еще потестирую когда будете ставить систему не забудьте из картриджей убрать воздух чтобы у вас система была заполнена чё давайте покажу как печатается принтер отправляем на печать и видим здесь не совпадение параметров печати на компьютере и в принтере здесь получается в настройках я поставил не то но это потом изменю то есть если у вас такая ошибка вырезала мы просто нажимаем стрелочку вверх и наш принтер начинает печатать еще раз и говорю я не до конца разобрался меня потому что все мы английском языке и с таким принтерами я еще не встречался в принципе вот и все мы изучили еще состоит этот наш принтер теперь если даже у нас не будет печатать мы свободно можем заменить печатающую головку и все комплектующие если вам понравилось это видео или пригодилось и не забываем ставить лайки подписываться на канал пишите свои истории чего с ним было в группу вк делитесь информацией эту крышку я пока еще не поставил потому что возможно придется мне еще помучить печатающую головку видим черный цвет желтый голубой сейчас сделаю тест дюсс я вам показываю все наглядно вам не говорю что я только сразу его собрал у меня все начал печатать видим тест дюсс то есть синий цвет и розовый совсем не хочет идти до свидания с вами был канал я вам принтер до новых встреч